Всем привет дорогие зрители, на связи обучающий канал IT-District. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о такой, казалось бы, не очень значительной, но с другой стороны, с проблемой, которая доставляет массу хлопот, как с одной стороны, так и с другой, то есть клиенту, которому необходим сайт, так и со стороны исполнителя, для которой этот сайт разрабатывает. Если вы хотите научиться создавать самостоятельно, без навыков программирования, современные интернет-магазины, то вы можете пройти мой эксклюзивный курс. Если вы хотите овладеть техникой редактирования шаблонного дизайна тем WordPress, то также у меня имеется обучающий курс, на котором вы сможете научиться всему этому. Но если вам нужна моя помощь по созданию сайта, или вы, в принципе, хотите заказать его создание, то вы можете написать мне в личку. Все контакты для связи со мной есть в описании под видео. Все дело в стартовой информации о предстоящем сайте. То есть по факту, как происходит, клиент пишет вам, мне нужен такой-то сайт, пример, и все. И начинайте работать, договаривайтесь и начинайте работать. Но очень часто бывает, что не вся информация имеется в наличии о сайте. Особенно это проблематично, когда создается интернет-магазин. Ну а эта проблема как бы озвучивается в следующей интерпретации. Неправильно составлено техническое задание на разработку сайта. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как правильно составлять это техническое задание, какая информация нужна на старте для того, чтобы просто приступить к созданию сайта. И также под видео у вас будет ссылка на Google форму с правильным макетом технического задания. Вы просто смело можете брать, скачивать эту форму. И если вы заказчик, то ее заполняете. А если вы разработчик, то можете предоставлять своим заказчикам. Либо вы можете сделать из этой формы фактическую форму на вашем сайте как разработчика и предоставлять заполнению с вашим клиентом. То есть клиент кликает «Заказать сайт», выезжает в форму, куда он должен вбить информацию о сайте. Информацию о себе и о будущем сайте. Вам приходит уже на электронную почту заполненная форма, и у вас уже есть все данные. Итак, какая информация необходима? В первую очередь необходима информация о том, есть ли у клиента домен и хостинг, есть ли у клиента установленная система WordPress на тот сайт, на тот домен, который ему нужен, есть ли у клиента вашего созданный почтовый домен. Это первое и очередное. Второе. Далее. Вам нужно узнать e-mail вашего клиента, то есть тот e-mail, на который он хочет принимать информацию с сайта о заказах или с формой обратной связи. Далее нужна такая информация для сайта, как номер телефона компании, фактический адрес для того, чтобы поставить на страницу контакты, карту местоположения офиса, и также необходимо получить все необходимые юридические реквизиты, которые вы сможете закрепить в копирайт-зоне. Это очень важно в случае, если клиент будет подключать сервисы приема платежей, такие как Robocasa, и там очень тщательно смотрят на наличие этих реквизитов, как в копирайт-зоне, то есть под подвалом, так и на странице контакты. Также вам очень важно получить ссылки на все социальные сети, о которых клиент хочет заявить на сайте. Далее, если вы создаете интернет-магазин, то вам нужно получить максимально подробную информацию о планируемом каталоге. То есть вам нужно получить иерархию этого каталога. То есть клиент должен написать, из каких категорий товаров будет состоять его каталог. То есть нужна разбивка по главным категориям, и если есть дальнейшая разбивка, то и на какие подкатегории разбиваются эти категории. Но нужен ли функционал фильтров товаров? То есть, когда вы, допустим, магазин одежды, и справа есть фильтры, по которым можно фильтровать товар, например, выбрать размер, материал, одежда, цвет и многое другое. То есть нужно понять, если нужны опции, то понять, на какие атрибуты будут делиться товар. Будут делиться либо по размерам, либо по цветам, либо по материалу, либо по чему-то еще. То есть вам нужно узнать эту информацию. Далее, для примера, вообще я как делаю? Я всегда разрабатываю интернет-магазины с 30 шаблонными товарами. То есть можно получить подробную информацию. Вообще лучше делать так. Вы получаете на один какой-то товар описание, краткое описание, подробное описание, цену, желательное изображение, фото этого товара. Делаете, для примера, одну карточку товара, предоставляете клиенту на просмотр. Если ему нравится эта карточка товара, то вы дальней по этому принципу, по этому шаблону заполняете все остальные карточки товара. Также обратите внимание, что в карточке товара можно сделать разбивку по вкладкам. Это очень красиво выглядит. После того, как вы подробно представили себе, как будет выглядеть каталог в интернет-магазине, нужно узнать у клиента актуальные для него варианты доставки, варианты оплаты. Также нужно узнать, какие поля клиент будет заполнять при оформлении заказа через корзину. То есть не нужные вы убираете, поля нужные оставляете. Также вам нужно узнать, необходим ли на сайте, если это интернет-магазин, функционал добавления товара в избранное, функционал личного кабинета, функционал красивой панели, авторизации, и также функционал быстрого заказа, то есть заказы в один клик по кнопке, которую вы расположите в карточке товара. В принципе, это вся необходимая информация, которую нужно знать на первоначальном уровне, а иногда ее хватает и вообще для создания сайта, будь то многостраничный сайт или интернет-магазин. Это самая важная информация, которой вы должны обязательно владеть. Но все начинается с e-mail, с домена, с хостинга и с почтового домена. Это из контактных данных. Это самое главное, потому что у вас интернет-магазин, вы уточняете информацию об категории товаров. На этом у меня на сегодня все. По ссылке под видео вы можете открыть форму, которую предоставите клиенту для правильного составления технического задания на создание сайта. А в следующем видео мы с вами поговорим о том, сколько же должен на самом деле стоить сайт. Я вам покажу калькулятор, которым лично я пользуюсь. Это мой собственный калькулятор. Я вам покажу, сколько примерно стоит это все и почему я для своих подписчиков или зрителей делаю скидку на разработку сайта всегда на 50%. То есть я разрабатываю в полстоимости. Об этом поговорим в следующем видео. Всем пока.